Восемнадцатом году я впервые попала на фестиваль Протока. Это такое место очень интересное, где собираются очень разные люди. Меня оно очень впечатлило. И в девятнадцатом году, когда я снова туда поехала, я уже подала заявку и решила выступить там на тему, как многодетной маме оставаться человеком при наличии любого количества детей. На эту встречу пришло буквально человека три, с учетом того, что на Протоке находится, ну не знаю, одновременно несколько тысяч человек. Но вечером того же дня была, я не знаю, страшная просто грязь, дождь, очень такая мерзкая погода. И я встретилась там со знакомыми девчонками из Самары, которые говорят, слушай, у нас завтра рано утром в Самаре будет такое мероприятие, не бизнес-завтрак, давай ты там выступишь. Я так критически на себя посмотрела, говорю, слушайте, я в грязном платье, там чуть не в резиновых сапогах вообще, я абсолютно не готова сейчас к светскому какому-то выступлению. А тем более после полупровального выступления вот сейчас, на Протоке, меня уговорили, а взяли меня тем, что мне пообещали теплый кров, а на Протоке все жили в палатках, горячую еду и мясо на Протоке, вегетарианская пища. В общем, они меня уломали, мы в ночь поехали в Самару, за ночь мы там постирали платье, не знаю, сушили его на трех батареях, попытались как-то уложить волосы в прическу, в таком очень приподнятом состоянии, потому что мы не спали практически всю ночь. Утром, в воскресенье, я выступила на этом не бизнес-завтраке, девчонки сказали, что я просто заргла аудиторию, поделилась своими лайфхаками, фактически тоже рассказала просто о жизни многодетной мамы, но постаралась это сделать с огоньком, и это было очень прикольно.